Ну я же сказала, утеплённые дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фоксия, вы что не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить всё. Да, весь район. Всё, у меня вторая линия. Алло, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Спасибо. Нет, Егор нет. Нет, Он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я ещё буду? Ну, сегодня до семи. А вообще? Ну ты же как суд решит. О, Егор, вы вернулись? Вернулись. Ну и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? А на мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? Во время ареста на мне ничего не было. Ну как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Что это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошел? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберемся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я ее уволила. За что? А было за что. Приперлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латте, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принес мне водки. Е-мое. Сейчас мы разберемся. Ну-ка. Сдрысни. Отседова. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьев, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо, шо, педикюрую Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор благоустрил? А что он должен красить? Да, шо угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут еще занималась, пока меня не было? Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчиненные выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы еще ей декларации в Инстаграм выложила. Я так и сделала. Что ж? А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на Бу. А из Бу даже перепост сделали. Черт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Черт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает. Я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? Квина полгода вперед записывается. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Кате, мы там все все обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Вот. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто, кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума? Ты как вообще собираешься бойцами управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Бойцыцы. Какие еще бойцыцы? Ну, женские экипажи. Призлать? Не надо. Так, что вы тут... Яна Викторовна. Эти счета в бухгалтерию или лично вам? Дай сюда. Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО Секс Шоп. Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А что вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой еще карнавал? Ну как же, бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках выходят. Ну я же не для себя стараюсь. Так, черт с ними, с этими бойцыцами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да. Козел редкостный. Меня не интересует твое отношение к мэру. Меня интересует, ты с ним встречалась? Да, я с ним встречалась две недели. А что так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встречаться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. Как он относится? Егор Григорьевич, кормились родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберемся. Что-то еще? А еще? Еще она, она, она заправку. Под заправку. Да ладно. Так, все, я разберусь. Я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка, расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие еще люди? Наши подписчики в фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан. Фонтан. Подери. О, Господи. Подожди, ты сказал сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Медди Гага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. Нахрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? Нах... Нахрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни... Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни... А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот выпейте и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... А, вот! Господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат. Там было 5 сомиков, 6 гуппи и 8 мяченосцев. Ого, господи! Ого! Григорь Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они бы были седыми. Ё-моё! Григорь Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я вашей жене рассказала все о нас. Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику. Подожди, а не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия? Обычная судья не могла. А судья лучшая школьная подруга? Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе. У нас будет свадьба. И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова. Ладно, без Поляковой. Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму. Там безопасней. Егор, дай денег. Сколько? 300-500 рен. 50 тысяч. Мне в салон нужно. Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты. Я хочу стать красивее. Еще красивее, Яна? Тебе красоты уже вложено на Гелендваген. Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться. Поменяться? Вообще не вопрос. Смотри, 12 гривен. Кардинальное изменение. Можешь один день вот так носить, второй день вот так. Вот разные цвета, разное настроение. Ты всегда классная. Ну? Ну, Егор, ну я серьезно. Серьезно? Окей. Гугл. Паранжа. Купить Киев. Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина. Ну, 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 уродина. Ну не на 50 же тысяч, ё-моё. Я все понимаю, конечно, но на 50 тысяч просто много чего полезного можно купить. Можно, например, над Киевом полетать на вертолете 4 раза. Можно в казино сходить, ну, правда, один раз. Можно по Киевскому парку без маски прогуляться 3 раза. Ладно, ладно, рассказывай, что ты там уже хочешь. Вот я небольшой списочек составила. Значит так, я хочу сделать себе губы. А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну у меня просто нет губ. Нет губ? А вот это вот, что такое? Что это такое? Нет, ну, это обычные губы. А я хочу губы, как у Ленки. У Ленки губы, как у перепуганного лося. Ну правильно. Потому что она дурочка. Я же хочу пойти в дорогой салон. Уколоть гиалуроновой кислотой. А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон. И уколола там коллаген. А он расплылся по всем губам, и все, она уже месяц разговаривать не может. Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука, ну. Главное, что? Главное, со мной на охоту тебе не ходить. Потому что, ну, и у Петровича сейчас со зрением не очень. Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет. Нет, ну слушай, ну гиалуроновая кислота намного лучше. И тем более через две недельки мы сможем с тобой целоваться. Ты что, я не смогу вытерпеть две недели? Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную. Они тебя покусают, ты придешь к подружкам и скажешь, я красивая. Нет, ну слушай, ну пчелами я не хочу. Ну тем более это больно. А вот гиалуроновую кислоту, можно ее хватить на два месяца. А потом что? Все, отпадут? Нет, ну потом повторная процедура. А повторная сколько стоит? Столько же. Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой Х5. Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо. Кстати, об этом. Я хочу выщипать брови. А что с бровями не так? Я не понял. Ты что, проспорила? Нет. Ты хочешь прийти и сказать, а у нас тут радиация? Нет, Егорушка, они просто слишком густые. Да? Угу. А, да, точно, вон подосиновики, подберезовики. Ну, ежик яблочко понес. Ну, я серьезно, просто, ну, блин, ну, с такими бровями, это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну, ты представляешь себя без бровей вообще? Так я не буду без бровей. Я их нарисую. Я их нарисую. Как муж меня любит. Давай я тебе фингал поставлю. Люди посмотрят и скажут, смотрите, как муж ее любит. Бьет, значит, любит. Кстати, по поводу глаз. Я хочу себе линзы цветные, красные. Господи. Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим, а там новые нарисуем. Эй, я вообще пошутил, алло. Слушай, но красные глаза, это же так сексуально. Яна, если я в потемках увижу тебя с красными глазами, еще и без бровей, я обосрусь. У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой. Я буду тебя вот так вот видеть, все, бомболюк будет открываться, и капец. Какой секс, ты что? Ну, можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи. Дин, ну, Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлиненные реснички. Ну, у тебя нормальные среднестатистические ресницы. А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили, о боже, какие у нее удлиненные реснички. И шо? Егор, ты не понимаешь. Я так сразу и сказал. Ну хорошо, можно я хотя бы родинку удалю? Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике, ее так не видно. Ах, на копчике. Так может, если ее не видно, может, ее оставить в покое? Пускай она живет своей родинковой жизнью. Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать. Нет, ну смотри, ну просто, когда я фотографирую попу, я вот вижу эту родинку, и она меня смущает. А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила наконец-то зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела. А эта родинка меня бесит. А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна. Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А шо случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них стопеньки? Что? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы. Ты же завивку позавчера сделала. Егор, новые губы, новая прическа. Слушай, давай тебе закажем пересадку головы, и все проблемы решатся. Я опять пошутил, ты чего? Можно я хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь, это такой аппаратик, его вот так водят по лицу, и он высасывает грязь из пор. Вон, пылесос новый купил. 2000 ватт. Бери, высасывай, шо хочешь. Заодно губы и увеличишь. Сам себе шо-то увеличь. Он не увеличивает, я пробовал. Жаль. Ладно, ладно, давай посмотрим, что там у тебя еще. Змеиный массаж. Шо, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реально и змейки такие маленькие, их на спинку кладут, и они так делают массажик. Так назвали это встреча твоих подружек, и все. Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за 1000 гривен. Да, да. Зачем тебе за 1000 гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит. И еще хочу делать омоложение кожи. Яна, давай тебе закажем перетяжку кожи, смотри. За 2000 диван сделали, стоит как новенький. Мне иногда кажется, что он улыбается. Ну можно хотя бы, ну хотя бы фишпилинг лица, можно? Что такое фишпилинг? Это фишмаком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь, и маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу. Давай я тебя возьму с собой на рыбалку, ты опустишь голову в речку, а раки тебя заодно и подстригут. Ну? Ну можно хотя бы я пирсинг на сосочке сделаю. Что? Это еще тебе зачем? Ну короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно. Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки. Я? А, да! Ты такая у меня классная. С тобой можно сходить на рыбалку, даже не выходя из дома. Это как? Берешь твою селфи-палку, вот так вот, на нее крючок сосочка, потом оп, закинул, вытаскиваешь, а у тебя аж губы как у перепуганного леща. Поймал леща, поцеловал, отпустил, поймал, поцеловал, отпустил. Класс! Привет, соседи! Здорово. Здорово, Егорчик. Ян, слушай, я тут хочу омолодиться. Дай двое яйца. Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну конечно же куриные. А тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать. Я с глиной размешаю, на лицо положу, а оно, конечно, повоняет немножечко, но через три часа я прям принцесса. Янка, смотри, какая у тебя классная подруга. Пять гривен, и ты принцесса. Вика, оставайся у нас жить. Янка, собирай вещи. Да шучу я, Господи, люблю ж тебя, люблю. Да, товарищ полковник, копаем. Да, уже вызвали на допрос. Да, ну, дело в том, что мы декларацию проверили, там все чистенько. Да, но есть у нас одна зацепочка, будем работать в этом направлении. Так точно. До свидания, товарищ полковник. Доброго дня. Вызывали? О, Крутоделов Егор Григорьевич. Здравствуйте. Я, как я только узнал, сразу до вас. А надолго вы меня вызвали, потому что у меня там работа, и не початый краг, и я же на благо государства, и день, и ночь, и день, и ночь. У нас как раз есть несколько вопросов по поводу вашей должности. А что, какие могут быть вопросы? Я чист, как слеза. Я к дороге перед приездом президента. Я к приватбанке перед национализацией. Вот по этому вопросу у нас есть сомнения. По привату, да. У меня то же самое. По вам. А, а, по мне? А что, по мне-то? Ну, я скажу, я чист, я могу сдать анализы, там, пописать. Хочу прямо сюда и пописать. Не надо. Не надо. Ну, стадион так стадион. Так, послушайте. У нас есть одна информация о том, что вы живете не по средствам. Кто я? Да вы что? Да подивиться на меня. Я приехал сюда на метро. Я вон рубашку донашу за братом уже пятый год, а он ее купил в секонд-хенде. А живем мы в семером, в однокомнатной хрущевке. Причем, уже аренда. Мы читали вашу декларацию. Чуть не прослезились. А я, когда я писал, прямо плакал. Может, вы еще голодаете? Есть немножко. А вот это вот что такое? Что это? Это я пухну, пухну с голодовки. Каждый день по килограмму пухну и пухну. Ну, понятно. Лучше присядьте, наверное, чтобы вы сознание не потеряли. Может, я постою? Нет, нет, присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. Спасибо. Так вот, у нас есть сомнения о том, что вы живете по средствам, так сказать. Какие могут быть сомнения? Я вам скажу, я бедный. Я такой бедный, что мне даже субсидию не дали, потому что не хотят плодить нищету. А нам кажется, что вы не такой бедный. Да. Это правда. Я еще беднейший. Я с собой приукрашаю немножко. А на самом деле, я же по три раза чайные пакетики завариваю. Смываю через раз со собой. Ну да, ну да. Да, да, честное слово. Я единственный, кто остался должен перевать банку вот после национализации, представляете. А у нас есть информация о том, что вы коррупционер. Кто я? Кто вам так и сказал? Мизам Петренко. Вот кто коррупционер. Так и запишем. Не, ничего записывать не надо, я чего не сказал. Но у нас есть информация из достоверных источников. Яких-то достоверных. Сейчас стики фейки. Я вот, например, одного дня бачил яка из Еленского, сбывая КамАЗ, а на следующий день он уже сидит с Макроном. У нас информация из соцсетей. Ху-ху-ху-ху-ху. Конечно, достоверный источник. Я вот в соцсетях читал, например, что все работники НАБУ бисексуалы. Если я кого-то убедил, я извиняюсь. Я сегодня же этот пост с Фейсбука удалю и напишу опровержение. Вы что? Знаете, когда мы начали расследование, мы заглянули на вашу страничку в Фейсбук. И что? Ничего. Потом мы заглянули на страничку в Фейсбук вашей жены. Да. А там всего две фотографии. Челлендж 10 лет назад. Так я ж вам про что и скажу. А вы бачили, что у ней шапка та же самая, дедова, на двух фотографиях. Пальчишко та же самая. А там вот не видно, а на самом деле на второй фотографии ботиночки, то бывшие коньки. Да, так что, хлопцы, я чистый, как слеза. Я пошел работать. Спасибо. А потом мы заглянули в инстаграм вашей любовницы. Можно водочки? Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, продолжим. Вы знакомы с гражданкой Яна Бьюти Лав? Яна Бьюти Лав никогда в жизни не слышал такого. Странно. А ведь это ваша секретарша. Правда? Я знаком с Яной, секретаршей, то пришла до меня еще гола, босса, неграмотно не читати, не писати, не умею. Я же всему научил. Я ее отчистил, откормил, отимел. Вот и мел отучил ее грызть. Потому что железа не хватало в организме. Кальция? Кальция, кальция, точно в голове не хватало у нее. И грызла мел, а я отучил. Вот так вот. Ну так откуда у девочки четырехкомнатная квартира в Киеве? А я не знаю. Можетала держава. Она стояла на черзи як малоимущая, а держава про малоимущих дбая. А у нас есть подозрение, что это вы о ней дбаете. Так что, я никогда дбальством не займался. А вот на этой фотографии что за подпись? Смотрите, мы с бусей нюхаем кокос. Значит, по-перше, по-перше, по-перше. А по-друге, 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 это не я. Это не я, это фотомонтаж. И даже если представить, что это я, то что тут такого, что людина в 40 роков первый раз в жизни пробует, и даже не пробует, а нюхает якийсь орех. Да, но тут нет ореха, здесь просто горстка порошка. Это кокосовая стружка. Так, хорошо. А вот эта фотография, вот вы на Мальдивах. То не я. Да? А что ж под фото она написала «Я и Буся». Вона свободная женщина, она может делать, что хочет. «Я и Буся» это три разных слова. Ось, бачите, яка вона неграмотна. Як стелька вообще. А что ж вы эту неграмотную прям в засос целуете, а? А у нас законом не запрещено целувати неграмотных. Вот я и воспользовался своим конституционным правом. Так. Хорошо. Идем дальше. Что вот это за фотография? А? Хотите сказать, что это фотошоп или что? Да, конечно, фотошоп. Ну, посмотрите, это вообще не я. Вот они сейчас все что угодно могут подделать. Вот, например, могут сделать фотку, да я с ней голый купаюсь в душе. Пожалуйста. Вот я про что и говорил. Вот, а ют, научились сейчас работать. Як настоящая фотка. Это видео. Посмотрим? Не надо. Не надо. Не надо. А вот посмотрите сюда. Вот Яночка держит так на ладошке новенький Феррари и подписывает, эту Феррари подарил мне мой Егорчик. А вот, смотрите, она вот тут вот на ладошке держит солнышко, что солнышко я ей тоже подарил. А вот тут на ладошке она держит какой-то белый порошочек, а вот это уже криминальная статья. Да. До каких пор криминальная статья стирать? То есть вы хотите сказать, что вы покупаете стиральный порошок в граммах? Да. Денег нет совсем. Вот, сорочечку просернул, пошел, просернул, пошел. Бедненький, бедненький. А тут вы на килограмм насобирали, да? То ж борошно. То они на великодень той пасхи робили, пекли, пекли, пасхи до сих пор пече. Вот. Да? Мы же люди религиозные, мы дуже честные, да. Религиозные, честные. Да. А религиозная честь не обязательно купаться им в бассейне с шампанским? А, по-перше, то крещение. А по-друге, то, что там бульбочки в бассейне, то вопрос не до нас, а до тех людей, которые уже в бассейне. Хорошо. А вот тут вы точно не отвертитесь. Вы с Яной на яхте. Фотошоп сразу видно. Видите, какая рожа в меня довольна. А у меня ж морская болезнь. Да? Я как бачу цю яхту сразу. А может быть, у вас лицо довольное, потому что яхта стоит 10 миллионов долларов? И что? Это ж не моя. Ну да, по документам ее купила бедная Яна. Ну да, что, людина получает официальную зарплату. Может, она взяла эти 3600 и пошла поставила на зеро раз в 30-70. Так бывает. И выиграла цю яхту. Что тут такого? Угу. А вот здесь вы подкуриваете кубинскую сигару пачкой из 100-долларовых купюр. Так то школы было. Подивите на риг. Тоди еще доллар по 5 был. Тоди все так рубили. И это вообще челлендж. Я его просто запустил. Угу. Хорошо. Вернемся к вашей любовнице. Это вы где с ней? В Затоке. Да. А что ж геолокация показывает, что это Дубай? Вот то сейчас так Затоку забацало, что даже Гугл. Да. Даже Гугл определяет ее, как Дубай. Но здесь хэштег «Я люблю Дубай». А кто же его не любит? Особенно, когда ты ее отпочиваешь в Затоке. Ладно. Хорошо. Вот эта фотография. Обратите внимание. А шо тут такого? Она тут просто голая. Ни яких тебе украшений. Ни яхты. Ничего. Не Дубая даже. А грудь? А шо? Нормальные цицки. А шо? Хорошо. Вот 17-й год. Вот 18-й. Вот 19-й. Грудь растет прям как на дрожжах. Капуста? Почала есть капусту. И я поперла в ней. И там все. А что же она подписала под фотографией? Моя грудь и ее спонсор. А то не я. Не вы. И это не вы. И это не я. И это не вы. А это реально не я. Те кто такие? Вот! Вот кто и ее тайный меценат. Проверяли его, а? Проверяли. Это ее отец. Мафиози. Учитель истории в Задрыпинске. Плохо копаете. Там наверняка школьных поборов на миллионы долларов. Там наверняка шторные офшоры. Все, что хочешь у него там есть. Мы проверили. Это не он. Та-дам, мать ее! Медсестра в том же Задрыпинске. Клофелинщица! Еще и химию направо и налево продает. Люди добрые. Что ж ты так и творится? Нормальных людей сажают. А у тебя вот таких вот. А давайте все выйдем на Майдан. Так, прекратите этот цирк. Так, все. Давай, зови эту Яну Бьюти Лав. Будем сейчас очную ставку устраивать. Она что, тут? Да вы что? Гражданка Бьюти Лав, заходите. Гражданка Вареник! Присаживайтесь. Да ты что робишь? Вы знакомы с этим человеком? Ну, конечно, это мой пусть-пусть Григорьевич. Мой митинар. А что вы ее слушаете? Так, помолчите, пожалуйста. Кем он работает? Плотником. Ось, бачите, она навіть не знает, где я працюю. А вот с этого момента, пожалуйста, поподробней. Ну, пусть я рассказывал, что когда он на своей работе в кабинете министра, там брали с друзьями и пилили что-то. Вот они брали, пилили, пилили, потом ходили в сауну и там пилили. Он вообще такой знаменитый пыльчик. Ты нормальная вообще? Скажите, телефон он вам подарил? Вот этот? Да. Нет, это я сама заработала. Показать видео как? Не надо. Хорошо, а вот это колечко с бриллиантом, тоже он? А то не бриллиант, то стекло. Так это что, я все творила ради стекла? Прикинь! Значит так, я хочу сделать чистосердечное признание и показать вам видео, которого нет в Инстаграм. О, спасибо. Посмотрим. Все привет, сегодня Буся получил зарплату или, как он говорит, откат, и мы едем на Мальдивы. Яна, удалите. Это сторис, оно автоматически удаляется. Яна, если это увидят, я тебя убью. Мы с Бусей покупаем слона. Яна, удали. Вот Буся делает дорогу, самую длинную белую дорожку в Украине. Да хорош сымать. Бусь, а разве можно одному человеку так много бюллетеней бросать? Яна, выйди из кабинки и удалите видео. Вот, а это уже совсем другое правонарушение. Я не понимаю, за что? Я ж тебе одевал, вузы везде, а ты? А че ты с какой-то бюллеткой там тусовался, но ты на ВИФе? Я видела ее видео в Инстаграме. Вот, как булава рынок, так и осталась. То дочь моя, поняла? Дочь? Ха! А ну-ка, давай зайдем на Инстаграм его дочки. Папа, папа, кто станет президентом? Да пофиг, кто станет президентом доча. Главное, что папа все деньги уже в офшоры вывел. Ха-ха-ха! Ну что ж, вот вы и попались, Егор Григорьевич. Пойдемте! Ха-ха-ха-ха! А вы иди. Так, наш сценарий. Мы вроде как с вами все прошли уже, ну давайте еще разочек. Время у нас еще есть. Так, смотрите, здесь вот это вот, потом вот сюда, здесь вы говорите, и вот это вот. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Вы наш главный герой? Да, я ваш главный герой. А что, что вы опаздываете? Ну просто у вас там ступеньки. Ну, у нас вообще-то подвальное помещение. Знаете, 40 лет спускаться тоже нелегко. Да? А вы в курсе, что у нас ролик с физической нагрузкой? Вы читали сценарий? Да, читал сценарий, я справлюсь. Ничего страшного. Вы раньше рекламе снимались? Да, я снимался в рекламе средства от геморроя. Ой, я-то думаю, откуда мне ваше лицо знакомо? Да нет, там мое лицо не показывали. Просто мое лицо, оно очень похоже на ж... Понятно. Кстати, знакомьтесь, это ваша партнерша по рекламе, Яночка. Здрасте, Яна, лицо шампуня. Евгений, лицо геморроя. Ну, я рад, что вы познакомились. Итак, давайте веду вас в курс дела. Так, давайте. Мы здесь снимаем рекламу средства для мужской силы. Ох, да. Постели. Да. Вы наш главный герой, мужчина за 40. Вы, значит, занимаетесь на тренажёре. Говорите свою фразу. После 40 легко оставаться активным. Прекрасно. Потом Яночка говорит свою фразу. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. Прекрасно. Вы встаёте. Простите, я один? Или он тоже? Кто он? Ну... Он. Ах! Его мы вообще не показываем. Это хорошо, а то его не особо-то и видно. Так вот. Так, 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 так. Вы встаёте. Я. Бодренькой походочкой бежите к кровати. Вот такой, да? Вот такой. А ну покажите. Ничего себе. Нормально, да? Вы прям спортсмен в прошлом? Шахматы, шахматы, да. Запрыгивайте к ней и говорите вашу финальную фразу. Ну что? Может, ещё разок? Прекрасно. И как бы занимаетесь сексом. Всё понятно? А скажите, пожалуйста, а можно сначала сексом заниматься, пока я свеженький? А то после тренажёра я боюсь могу уснуть. К сожалению, сценарий уже утверждён заказчиком, и мы ничего не можем в нём менять. А сексом мне надо будет с ней заниматься или дублёр какой-то будет? Вы как бы занимаетесь сексом. Имитируете. Чего это имитирую? Мне всего 40 лет, я могу и по-настоящему. Пусть вон она имитирует. Что имитирует? Я потом вам объясню, Яночка, да? Важный момент. Вы идёте после фразы на меня. А, я иду на вас. Нет, вы идёте на неё, но после фразы на меня. Я совсем запутался. То есть я иду на неё, а сексом занимаюсь с вами. Да нет. А, с тренажёром. Да с каким тренажёром? Вы идёте на неё. Скажите фразу, пожалуйста, Яночка. Теперь у него хватает сил и на тренажёры, и на меня. Меня, поняли? А, да-да-да, понял. Вот она сказала, и вы пошли после этого. Да, да, я пошёл. Прекрасно. Вопрос ещё есть? Ну, нет. Да, у меня вопрос. Что имитирует? Наш секс. Так стоп, никакого секса не будет. Вам просто нужно немножко постанать под одеялком, и всё. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. не сейчас а когда он на вас прыгнет простите а как когда я прыгну она не лопнет вы как вы прыгаете ну под одеяло поняли понял под одеяло вот на нее под все это как бы как бы поняли как бы как бы за места пожалуйста приготовились настроились занимайте пожалуйста ваше рабочее место вам помочь нет не надо у меня дома такой же прекрасно на балконе запакованный может наоборот вы думаете попробуйте просто попробуйте мне кажется неудобно будет давайте попробуем а да точно так вот ручки держаться да да просто итак приготовились камера свет все готовы начали после сорока легко оставаться активным так стоп сняли нет вы рано пошли помните вы должны идти после фразы на меня у яны а яночка простите мой косяк сейчас быстренько все исправим давайте еще разочек быстренько приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу стоп что смешно простите просто смешное такое название видимо производитель один и тот же тут шалун балун а у нас был герой геморрой герой геморрой очень смешно простите все успокоились сейчас исправлюсь да так собрались до приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства балун шалун стоп сняли да подождите вы яночка не балун шалун шалун а шалун балун это важно у я прошу прощения это просто моя первая реклама со словами обычно я до этого играла диарею или ногу после бритья пожалуйста соберитесь шалун балун помните так приготовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун шампунь топ я на какой шампунь ой простите меня просто сегодня еще реклама шампуня мы здесь снимаем не шампунь приготовились еще разочек собрались начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун а как там дальше блин балун яна ну сложно запомнить шалун балуну яночка шалун балун вспомнили да 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 собрались настроились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу ой я правильно сказала яночка не добавляйте текст соберись честь яна чкам поберегите силы для ролика да 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 собрались настроились с улыбочкой бодренько начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балу стоп вы не могли бы потише дышать у меня похоже астма развилась простите а это половым путем не передается едешь а по башке там половым путем добрее чуть-чуть добрее все-таки ваша партнерша успокойтесь настройтесь собрались и готовились начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что белый пошали что с вами у меня по ходу ноги отнялись вы сможете ходить вряд ли а может я к ней как-нибудь подползу сексуально но нам это не подходит по сценарию вы должны подбежать и запрыгнуть я попробую давайте давайте вы точно справитесь конечно я же это как его профессии профессии анал лучше бы этот рекламировал так построились держим улыбочку с выражением красивенько начали после 40 легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь ты можешь быстрее яночка чуть-чуть быстрее хорошо особенно после его фразы после 40 хочется сдохнуть что простите вырвалась вы знаете мне нужно еще чуть-чуть передохнуть передохнуть конечно конечно пять минут вам хватит лучше неделька а еще лучше две мне в морше надо съездить водички попить так какую недельку у нас график давайте быстренько это снимем и разойдемся по домам это вы по домам я в кардиологию ой скажите а можем мы тренажер поближе к кровати поставить я педальки покручу и к ней упаду туда нет так нельзя и так собрались отдохнули тогда начали ничего у вас получится собрались настроились начали после 40 оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажер и на тренажер тебе за три на жопу будет яночка давайте еще раз соберитесь с вашей фразы приготовились начали ведь мой муж принимает средства шалун балун и теперь у него хватает сил и на тренажер и и на меня ну что милый пошали иди в жопу да что такое я правильно сказала о господи это не надо так с ней хорошо ты не сорвался простить ничего ничего а может быть может быть она педальки покрутит а я там полежу чуть-чуть так нельзя это средства для мужской силы понимаете тогда может вы ее жахнете я разрешаю там под одеялом все равно ничего не видно так тоже нельзя а пусть а пусть она ко мне сюда подойдет и я ее возле тренажера прям ну и как вы себе представляете заниматься этим на тренажере я же как-то уже полчаса с ним трахаюсь а ну конечно вам тяжело вот тут кто-то выставил максимальную нагрузку и еще и под горку а есть режим сборки или трос или лебедочка я не знаю как она работает это техники на класс или наверное ну давайте как есть потерпите немного я с вами всей душой давайте соберитесь еще разочек приготовились начали после сорока легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун-балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что милый пошали что вы делаете подожди второе дыхание открылось сейчас еще пару километров проеду и как ее такое второе дыхание вставайте идите к ней что вы делаете вы должны идти бодрой походочкой скажи спасибо что я вообще иду хотя бы улыбайтесь прекрасно нормально вот так очень красиво подходите к кровати и прыгайте к ней прыгайте запрыгивайте ну что милая стоп что вы делаете мне кажется я себе опять геморрой накрутил чуть-чуть ладно садитесь потом вырежем вашу подушку собрались расстроились весело задорно начали после сорока легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун-балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что милый пошалим вставайте идите куда вы идете домой а как же секс да я что-то уже натрахался ну подождите мы что все сняли нет мы еще не сняли но без него этот ролик не имеет смысла капец соглаши там ступеньки спасибо евгений вы же сказали что вы профессионал да 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 вы можете один раз один раз профессионально сделать как надо ногу помогите давайте спасибо один раз как надо сделали профессионально да я смогу я же этот кто герой герой геморрой заткнись герой волю в кулак все в кулак весь геморрой в кулак и погнали начали после сорока легко оставаться активным ведь мой муж принимает средства шалун-балун и теперь у него хватает сил и на тренажеры и на меня ну что милый пошалим ну что давай еще разок хе-хей уху я сейчас раз 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 браво снято это гениально это ги я говорю стоп я говорю снято я говорю вы что вы что приняли рекламные таблетки целых пять штук вы идиот тут просто на коробке шалун-балун написано а в коробке слабительная о боже снимите его с меня срочно давай еще разок ха-ха здарова здарова тапер здравствуйте вы по записи нет блин замороженным ну если мы в студию звукозаписи понятно что мы по записи давай сдави старшего что что простите ты шо глухой как паганини глухой был битховен во первых битховен это собака из кино а во вторых будешь мне дерзить я тебе пасть порву понял зови старшего давай ааа кто вам нужен мне нужен сейчас тебе скажу кто мне нужен евгений битмейкер аранжировщик саунд продюсер это я ты такой коротышка с такой длинной фамилией ладно ну окей смотри что нужно сделать извините пожалуйста у меня через 10 минут запись поэтому значит запись у тебя уже прямо сейчас понял да значит нам с лёлей а кстати это лёля лёля не перепутай лёля та что держит ту что держит это ляля а я смотрю вы не заморачивались а я вообще по жизни не заморачиваюсь понял да короче смотри нам надо сегодня записать песню извините пожалуйста сегодня не получится у меня свой график и понял тебя штукарь раздвинет твой потный график поймите не все в этом мире решает деньги а я теперь понял чё у тебя такая длинная еврейская фамилия на значит смотри надо записать песню извините пожалуйста вы наверное не понимаете процесс создание песни от наброска до мастеринга занимает ну минимум месяц Значит, смотри, если ты сейчас не согластишься, через месяц тебя только найдут, а потом еще дня два-три опознание будет. Ладно, 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 что вы хотите записать? Нам нужен хитяра, чтоб так народ врубил и сразу Галалей, Галалей, Галалей. Я понял, да? Скажите, референс у вас есть? Не, уже вылечили вроде. Уже нормально, да. Ну, может быть, демочка? Да ну, посмотри на нее, какая же она уже демочка. Давно уже, не. Хорошо, если у вас нет референсов демочки, вы объясните, что вы хотите записать. Я же тебе все уже объяснил. Нам нужен хитяра, чтоб такое. Кольщик, наколи мне купола. Ну, только я веселая и танцевальная. Текст есть у вас? А у тебя что, нету? Нет, я композитор, я музыку пишу. Подожди, а что, текст пишет другой крендель? Да. Охренеть. Как у них все сложно в этом шоу-бизнесе. Я так понимаю, у вас один нормальный, только Потап. Вообще над текстами не заморачивается. Послушайте, может быть, мы перенесем на завтра, я подготовлюсь. Не, 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 на завтра не вариант. Завтра у нас уже съемки клипа. Там уже Бадоев заряжен, бабки перечислены. Кто? Бадоев? Ты шо, не знаешь, кто такой Бадоев? Лёля, мы шо, какому-то неизвестному лоху сто кусков перечислили? Нет, 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 я знаю, кто такой Бадоев, но я просто сомневаюсь, что он согласится снимать клип для Лёли. А ты не сомневайся, бабки любят все. Тем более, Лёля, она ж не с улицы пришла, она ж раньше в Виагре была. В Виагре? В каком составе? В запасном. Она не пела, она только рот открывала и в сауны выезжала. Мы, кстати, там с ней и познакомились. У неё фонограмма вырубилась, она стояла. Хорошо, а как вы собираетесь снимать клип без текста? А я шо знаю. Я к Бадоеву Лёлю подвёл, он посмотрел на неё, сказал, мне всё понятно, текст не принципиален. Мне тем более, понимаешь? Послушайте, может быть я позвоню Бадоеву и мы перенесём срёмки клипа? Не-не-не, ну Бадоева перенести, то не проблема, он всё равно на месяц заказан. А вот Элтона Джона не перенесёшь, у него только завтра получается. Лёля будет петь с Элтоном Джоном? За такие бабки это Элтон Джонс будет петь с Лёлей. Ну хорошо, в каком стиле будем записываться? В том стиле? Ну такое что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой. Что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой. Это что, Дидзю? Лёля с бородой? Не, по-моему, это перебор уже. Ну хорошо, мне нужно понимать, сколько октав берёт Лёля? Слушай, сколько, у кого, зачем, почему берёт Лёля, это вообще не твои вопросы. Ну я же, извините, я должен разобраться. Владеет ли она вибрато? Ну владеет. Ну я часто в командировках, и шо? Короче, шо у тебя за вопросы такие? Ты давай про музыку что-то спрашивай, ё-моё. Ну хорошо, расскажите мне, она поёт грудью или животом? Лёля, иди сюда. Посмотри. На её грудь и на её живот. Как ты думаешь, чем она поёт? Ротом, конечно, но ты даёшь. Вообще. Хорошо, давайте поработаем. Что вы делаете? Отбой, Лёля. Лёля, 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 отбой. Поработаем, это у нас кодовое слово. Поэтому вот придумай себе что-то какое-то другое. Там, попоём, понял, да? Ага, хорошо. Давайте попоём. Вы что, дверь не закрыли там? Не, это из Лёли сквозит. А, я понял. Лёлечка, захлопнем дверьку. Вам распеться надо. Повторяйте. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ма-ми-ми-мо-му. О, так вот и текст для песни готовый. Вообще хитяра. Да-ди-ди-до-ду, на-ни-ни-но-ну, ла-ли-ли-ла-лу. Ну... Извините, это не текст, это распевка. Лёлечка, повторяйте за мной. В музыке это называется имитация. Давай имитируй, чё. Это она умеет. Хватит. Я понял. Я всё понял. Нужно начинать с разов. Начнём с до. Прикольно, чё. Песня начинаться будет с бздо. Типа... И лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло. Нормально. Лёлечка, повторяйте за мной. До... Ре... Ми... Фа... Соль... Соль... Слышу, слышу, братан. Вот ещё штукарь. Извините, пожалуйста. Чё? А может, вы сначала с караоке попробуете, а? Не-не, караоке не вариант. Она же читает хуже, чем поёт. Она пока первую строчку допевает. Херакс припев. А что, она пела? Шо ты там плакала, мать твоя плакала. Короче, в караоке рыдали все. Я верю. Слушайте, а может, мы собачку запишем? Не-не, собачка на клип не наработала. Она мне в тапки надзёрила вчера. Так что... О, слушай, а у меня идея. Ага-ага. А вот шо если... Это захлопни ворота. А шо если... Ага. А шо если... Вот этот текст, который ты придумал, вот это... Доры, ми, фасоль, да? Ага. На украинский перевести. Что? Ну, типа, Доры, ми, фасиль. И запустить на радио. Шоб так ворваться в шоу-бизнес, шоб везде. Поверьте, т-т-т-т-т-таке, как она уже везде. Слушайте, ну, может быть, вы начнёте с простых проектов. Вот отличные проекты для старта. Кароке на Майдане. Юля, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Всё хорошо, всё хорошо. Ты это, не упоминай про это. Она там участвовала. И когда пела, люди начали кидаться там помидорами, яйцами. Этот придурок, который телевизор выиграл, плазмой за него впустил. У него до сих пор, вон, шрам от HDMI. А, нет, это дециметровая антенна. Она вот здесь вот. Во-во, от HDMI. Вы знаете, вы, конечно, меня извините, но я бы сделал всё, что мог бы, сделал, но у Юли просто нет слуха. Как нету? Юля, да слышит она. Ну, я имею в виду музыкального слуха. Ой, ну ладно, кого это сейчас интересует. Сейчас компьютерами всё это равняется, я ж знаю. Давай, садись, садись, давай, записывай. Ну, хорошо, я сейчас... Давай, давай. ...сделаю дорожку. Братан, не отвлекайся, я всё сам сделаю. Что делаете? Дорожку. Или ты дунуть хотел? Нет, я это не употребляю. Ну, я надеюсь, ты хотя бы гей? В смысле? Нет. То есть ты не гей, не употребляешь? Ты вообще из шоу-бизнеса? Алло. Представьте себе. Странный какой-то. Лёлечка, вот вам микрофон. Будете в него петь. Обычно он в два раза меньше. Гуля. Давай без подробностей. Ещё в два, максимум полтора. Готовы? Так. Работаем, Лёля. Извините, пожалуйста. Поём, Лёлечка, поём. Давай на украинскую фразу. Давай фасиль на бабы заменим. Дуре мы бабы. Дуре мы бабы. Дуре мы бабы. Стоп, стоп. Компьютер завис. Ну так развисни его. Дуре мы бабы. Дуре мы бабы. Я не могу. Ну что я могу сделать? Ну техника даже не выдерживает. Блин, ты чё, ну не понимаешь, что ли? Сегодня у нас должна быть записана песня. Завтра съёмка клипа. Послезавтра премьера песни в сауне. Кум мой приезжает из Днепра. Ты вообще понимаешь, кто это? Ну что я могу сделать? Ну хотите, пристрелите меня. Хочу. О, Кумчик, здорово. Как, уже прилетел? А я думал, что ты... Ну не вопрос, встретим сейчас. Давай езжай в сауну. Сейчас мы там... Да, да, Лёля будет петь для тебя вживую. Прикинь. Всё, давай. Я прошу прощения. Лёля вживую? А что, думаешь, не потянет? Ну как бы... Ну ладно, тогда так. Я, я, я... Поехали, платье оденешь в машине. Если кум мой будет сильно приставать, ну ты подыграй мне как-нибудь, а я тебе добавлю потом. Поехали! Поехали! Мама, я танцую, подашу, пасую. Попа, не жди дома. Я уже едва. Мама, я танцую, подашу, пасую. Класс! С Ирёня, мы только сегодня познакомились и уже в ЗАГСе. Мы не слишком легкомысленные, а? Ну ты чё, Яныч? Мы же ещё в клубе договорились, что друг другу как будто уже тысячу лет знаем. Да-да-да, ты так угадал, с амбуккой. Знаешь, я только с одним не угадал, что ты сразу литр выживешь. Нормальные люди на втором стакане заканчивают. С тобой давай! Боже, как это классно! Да. Через каких-то пять минут мы с тобой станем законным мужем и женой. Сто процентов. А потом, как обещал, свадебное путешествие. На Бали? Конечно. Но вначале ко мне на Борщиковку. Боже, какой ты романтик! Ну какой романтик! Ну, если бы не твои принципы, я бы тебе давно уже где-нибудь на пляже сейчас. Ирюня, я тебе сказала, что до свадьбы не-не. Да я чё, против, что ли? Ну, маленький пробник секса, может, для начала. Ирюня, ты особенный. Да я обычный. Ты особенный. Ну чё ты всё, свадьба-свадьба. Может, для начала приглядимся, притрёмся, причпокаемся. Боже, как захотелось попудрить носик. Я сейчас без меня не женись. Давай-давай! Я подожду. Здравствуйте! Здрасте-драсте! Серёжа? А ты какими судьбами здесь? Может, нашёл меня, чтобы извиниться? Долго выслеживал, где я работаю. Работаешь? Да, Серёженька, представляешь, люди работают в отличие от некоторых. Что, пришёл опять денег занять? Нужно. Господи, смотрю на тебя и поверить не могу. Как я могла с тобой прожить 10 лет? А у тебя всё по-прежнему, да? Всё так же по клубам за малолетками шатаешься, да? Куришь всякую гадость, пьёшь всякую дрянь, да? Нет, с этим я завязал, точно. Да, ещё скажи, что ты за рулём пьяно не ездишь, да? Слушай, Марусь, я вообще случайно зашёл. Я пойду, пожалуй, всё. Ой, слушайте! А я уже переживала, что вы там уснули, и никто нас с Серёней не распишет. Распишет. Серёней. Да? Такое красивое имя Серёня Лопатуня. Вы знаете, а мне кажется, ему больше подошло бы имя Антон. Потому что... Или Тарас. Пью. А, мама, я танцую! Подношу! Давай, 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 давай! А ты злопамятная, Марусика. Писали сюда устроилась, да? Чтоб нам праздник испортить, да? Да. Это ещё ничего, Серёжа. Моя мама в церковном хоре поёт. А мы венчаться не собираемся, знаешь. А мы тебя отпевать будем. А вы, наверное, невеста? А не надо завидовать! Вы такая нарядная. Да. Прям с утра нарядились? Вчера всего утра. Господи, как хорошо, что мы с тобой развелись. А вы знаете, что у нас, Ириня, была прям вот, прям вот любовь с первого взгляда. Вот мне кажется, что вот я о Серёже прям знаю вот всё-всё-всё. Да вы что? Боюсь, далеко не всё. А вот Серёня, он, он, знаете, он не такой, как все. Вот мы с ним решили, что в честь нашей любви мы набьём татуировки на груди с именами любимого. Да. Простите, а как зовут вашу невесту? Невесту? Как зовут тебя? Яна! Спасибо. Яна! Боже, как вам повезло! Ведь у Серёжи уже есть такое тату. Как? А Яночка, ты подпудри носик ещё, пожалуйста. Так я уже пудрила. И уши под шапку заправь заодно, сходи. Послушай, чё ты выпендриваешься, а? Я же уходил, всё тебе оставил, а? Долгие дети? Ой, этого мало! Я просто не понимаю, чем она лучше? Ну, слушай, ну, у женщины должна быть загадка. Твои загадки я все разгадал, мне с тобой скучно. А тут прям загадка вселенной. Вот прям не знаешь, что ты первый от неё подцепишь, да? Вот прям решил жениться на этой загадке. Вы что-то несёшь, ну, сейчас у тебя распишемся тут, ко мне съездим быстро, и вечером разведёмся у тебя же. А нет, дорогой, на развод у нас длиннющая очередь. Очередь? Очередь? Боже, Яна, у них тут очередь! У них закрывается, всё, пошли, пошли. Серёнь, подожди, мы же всегда так спешили, мы же так всегда спешили, что Серёня даже сел пьяным за руль. Первый раз в жизни. Знаете, что я думаю? Что и вы у него первая. Да ладно! Да ладно! Да-да! Да? Ну что ж, перейдём к церемонии бракосочетания. Слушай, я вот тут так подумал, может быть, не сегодня. Я посмотрел лунный календарь, сейчас лунное затмение, она там... Серёня, я же не свиверная. Вот как раз-таки в точно такой же день, прекрасный день, моя подружка выходила замуж. И закончилось всё прекрасно. Муж оверквартира ей. Я согласна, откладывать никак нельзя. А, кстати, кто будет оплачивать услуги ЗАГСа? Да, кстати... Яночка, может, ты оплатишь? У меня просто все деньги на карте. А у нас есть терминал? Да. Пин-код сложный, забыл просто, ты знаешь. А я могу напомнить? Четыре ноля. Ладно, давайте поженимся, потом оплатим. Слушай, как он хочет на мне жениться. Всю жизнь об этом мечтал. Да. Слушай, я тут подумал, может, всё-таки венчание, а? Фирея, подожди, ты же сказал, что ты атеист. А ты знаешь, я вот тебя встретил и сразу уверовал. Это же не может совпадением быть. Итак, влюблённые, возьмитесь за руки. Отныне ваши души связаны двумя нитями судьбы. Нежной и крепкой нитью невесты. И не такой уж крепкой, как в молодости, а точнее сказать, болтающейся ниточкой жениха. Боже мой, две ниточки. Это такое ощущение, что я так по клубочку к тебе шла. Я вас умоляю, какой там клубочек? Так, обрезок. Сегодня здесь ровесница инстаграма и ровесник бобинного магнитофона. Вы просто созданы друг для друга. Как бабочка и козёл. Как нежный цветок и баран. А побыстрее можете? Как голубка и гулящий кобель. Быстрее. Эх, молодые, всё время торопятся. Видимо, ниточка с каждым днём всё слабее. И Серёжа в пятьдесят, может в пятьдесят пять стать серунишкой. Какой-то странный у вас текст. Но так пробивает на слезу. Да. Вы знаете, нам тексты само Министерство культуры пишет. Согласен ли ты, скотина? Кто? Ой, Серёня. Испортить жизнь ещё одной молодой и перспективной девушке. Да. То есть нет. Как нет? Серёня, ты сказал нет. Он сказал нет. Я сказал нет. Нет, не спустя, ладно, всё. Да, да, да. Он сказал да. Прошу вас закрепить своё желание клятвой. Давай. Жених, повторяйте за мной. Я. Я. Беру тебя в жёны. Беру тебя в жёны. Обещаю любить и оберегать. Обещаю любить и оберегать. Потом брошу и уйду. Потом брошу и уйду. Дупой, но с сиськами. Другой, но с сиськами. Ты что? Что? Простите, про российский это тоже министерство писало? Мне нравится это министерство. Да. А вместо вальса Мендельсона звучит любимая песня Сирюни. Возвращался с кабаком, очень поздно вечера. Дышь на голову мою, лёгкие, лёгкие, лёгкие. Вижу огонь вдали, делать было нечего. Прям не вброшу в класс. Да. Сирюня мне же эту песню посвящал в караоке. Блин, как это романтично. Да. Ломбард, запой, тотализатор. Весь жизненный путь Сергея. А сейчас, молодые, прошу вас обменяться кольцами. Я смотрю, Сирюня так и не решился коронку переплавить. Властью, данной мне Украиной, а также десятью годами отданными не пойми кому, объявляю вас мужем и... Ян, сгоняй за колой, а? Ты что, Сирюня, ты же самая интересная. Ну что сейчас потом отмечать-то, а ты вискарь без колы не пьёшь, ты равно... Какой-то заботливый. Сейчас, сейчас вернусь. Марусечка, ты знаешь, что это... Ты права, ты знаешь, забегался, как-то заигрался. Сейчас, всё, думал, восемнадцать, а она уже... Понимаешь, может, ты меня простишь ещё раз? Я вот сейчас всё так осознал, а? Не выдавай меня за неё, прошу тебя, мне нельзя. Знаешь что, Сирюня? Женщине в сорок уже не нужны восемнадцатилетние оправдания пятидесятилетнего мужика. Всё-таки у неё действительно нет того, что есть у тебя. Мозгов? Претензий! Сирюня, колы не было, я взяла пиваса, правда он тёплый, ничего. Совет вам да любовь. Горька! Следующий. Да, да, дорогая, да, да, я помню, помню, что мы улетаем, да, я сейчас заскочил в банк, сейчас быстренько штраф оплачу и всё, и поехали. Нет, не надо за мной ехать. Так ты вообще к машине не подходи. Я второй штраф не потяну. Так, значит, смотри, я сейчас быстренько, да, оплачиваю, ну, потому что именно сегодня надо, мы улетим с тобой на две недели, и через две недели штраф в два раза вырастет, да. Да, да, я быстро, тут очереди нет. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. С чем я могу вам помочь? Девушка, мне надо штраф оплатить по-быстренькому, я очень опаздываю, да. Скажите, как я могу к вам обращаться? А, вы здесь? Александр. Александр, скажите, вы являетесь клиентом нашего банка? Нет, мне просто надо штраф оплатить, и все, и я побежал. Желаете оформить депозит или открыть карту? Штраф. У нас сейчас отличные ставки на депозиты. Штраф. Скажите, может, вы хотите открыть золотую карту? А, оплатить? Девушка, вы меня, наверное, не слышите. Мне просто надо штраф оплатить. Нахрена мне ваши карты? Наши карты – это удобное хранилище ваших средств. Вы сейчас зачем это мне все рассказываете? Вы просто задали вопрос. Дословно. Нахрена мне эта карта? Хотите, я вызову специалиста по картам? Да не надо, девушка, никого вызывать. Зачем? Просто давайте штраф оформим, все. Девушка, а кассирша когда придет? Мне бы коммунальные оплатить. Вы можете оплатить или через терминал, или онлайн. Подождать, говорите? Хорошо. Сходите к терминалу. Спасибо, я уже дома сходил. Так, это, дед, слушай, не мешай, пусть человек работает. Давайте, девушка, работаем. Девушка, вы помните, кто я? Да, вы Александр. Отлично. Пришли оплатить счет. Бинго, давайте будем его оплачивать. Александр, напомните, вы являетесь клиентом нашего банка. А-а-а! Секунду. Дорогая, тут я немножко задержусь. Тут очередь, да, большая. Александр, с вами все в порядке? Да, со мной все в порядке. Вы просто сказали, что у нас очередь, а у нас очереди нет. Ну, рассосалась очередь, все, нет очереди, да. Сынок, ты, если хочешь штраф оплатить, с ней лучше не шутить. А то до вечера домой не попадешь. Вы ошибаетесь, Александр. У нас не было очереди. Хотите, я по камерам посмотрю? Да не надо ни по каким камерам смотреть. Все, я ошибся, не было никакой очереди. Все, класс, давайте, мне надо оплатить этот штраф. У вас штраф в ГАИ? Класс, смена алгоритма. Отлично, да, у меня штраф в ГАИ. Скажите, за кого вы будете его оплачивать? За дядю Васю. Дядя Вася является клиентом нашего банка. А ты, я смотрю, с первого раза не понимаешь. Сейчас, дедулечка, сейчас. Алло, дорогая, давай, наверное, выезжай за мной, да. Тут надолго. Скажите, я могу вам еще чем-нибудь помочь? Не надо мне еще чем-нибудь помогать. Вы мне помогите в этом вопросе. Напомните, в чем он заключается. Блин, я могу оплатить штраф как-то дистанционно. Ну, типа, через терминал. Конечно, можете. Только для начала вам нужно оформить карту в нашем банке. Блин, через кассу. Конечно, можете. Только для начала вам нужно зарегистрироваться в электронной очереди. Выбрать отдел штрафа. Вот с этого надо было начинать, девушка. Спасибо вам большое. Блин. Штрафы. Номер 13. Дедуля, у них всегда тут так? Ты давно здесь сидишь? Когда я сюда пришел, еще купоны были. Шучу я. Ага. Дед с юморцом. Ага, ну понял, да. С утра сижу. Да. То компьютер завис, то свет выключили, то у кассирша обед начался, потом не помню чего, потом ты пришел. Ой. Номер 13. У кого номер 13? Подходите ко мне. Нет. Блин. Сейчас сливчик. В эту лотерею иногда пустой стол выпадает. Я пока до него дошел. Дорогая, слушай, ты когда будешь ехать, заедь в аптеку, пожалуйста. Купи валидола. И пачку презервативов. Да не мне. Хочу тут одной дать, чтоб не размножалось. Ой, Александр, это снова вы. Да. Это я. Чем я могу вам помочь? Вы по какому вопросу? Ну, у меня проблема не поменялась. Оплатить штраф? Да. Давайте ваш талончик. Александр, с вами все в порядке? Да. Я талончик выбросил. Ничего страшного, он не нужен. Хорошо. Александр. Да. Напомните, вы являетесь клиентом нашего банка. Господи! За что? Я скажу в церковь, я поставлю свечку. Все сделаю, пожалуйста. Дай мне просто штраф оплатить, я уйду. Довели человека. Яночка, Яночка, поторапливайся. У нас через 10 минут закрытие. Девушка, девушка, вы создаете впечатление адекватного человека. Слушайте, вы можете мне помочь? Да, конечно. Мне надо штраф оплатить. У вас штраф ГАИ? Да! Спасибо тебе, Господи, спасибо. Тогда обратитесь вот к этой девушке, она вам поможет. Господи, за что? Да, она вам поможет. Она как раз штрафы обслуживает. А я могу вас пока зарегистрировать на оплату. Давайте ваш паспорт. Да, пожалуйста. Вот паспорт. Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? Александр, это снова вы. Так, послушайте, девушка. Если я оформлю у вас карточку вашего банка, это как-то ускорит процесс? Конечно, вы можете скачать приложение и оплачивать онлайн. Во что, есть приложение? Я думал, вы до сих пор голубями пользуетесь. Хотите, уточню? Не надо ничего уточнять! Не надо! Просто оформляйте мне эту карточку! Давайте ваш паспорт. А паспорт его у меня. Я тебе сейчас сброшу с корены. Это сюда. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так пробел. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот! Всё! Ой, готово! Класс! Александр, а можете ответить мне на несколько вопросов? Нет. Хорошо. Почему вы выбрали именно наш банк? Варианты ответов. Первое. Увидели рекламу. Второе. Посоветы друзей. Третье. Здесь отличный сервис. Четвертое. Ваш вариант. Ваш вариант. Ну тогда, если мой вариант, я напишу, что отличный сервис. Вы же не против? Не против. Скажите, кто вам рассказал о нашем банке? Сталин. Кто? Сталин. Йосиф Виссарионович. Это кто? Давайте я расскажу. Пожалуйста, дед. Не надо. Сейчас. Не надо. Скажите, пожалуйста, Йосиф Виссарионович Сталин является клиентом нашего банка? Слушайте, у вас еще много там таких дебильных вопросов? Последний. Вы порекомендуете своим друзьям наш банк? Обязательно. Вот всем безработным мазохистам. Отлично. Можете дать их контакты. Я дам вам все контакты, любые. Только, пожалуйста, давайте оформим этот штраф. Готово. Можно печатать чек. Давайте. Спасибо. Подождите. Еще чек за услуги банка. Слушайте, по-моему, вы не тем занимаетесь. Вам туалетную бумагу печатать надо. Так, берите свой паспорт и быстро на оплату. Бегом. Да, спасибо. Девушка, я вас спасу. Как вы вообще сюда попали? Понимаете, мне нужно было карточку оформить, так быстрее было сюда устроиться. Вот второй месяц работаю. Следующий. О, наконец-то. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Во! У меня все. Аж легче стало. Вы же только вчера приходили с этой проблемой. Я еще и завтра с этим приду. Приходите к нам еще. Чем вы сдохли. Ой-ой-ой. Я дико извиняюсь, я обедала. Чтоб ты... Ладно. Мужчина, а как я могу к вам обращаться? Ваше величество. Это имя-фамилия или имя-отчество? Ничему тебя жизнь не учит. Так, понятно. Александр. Ага. Это имя или отчество? Да просто возьмите. Вот это что здесь написано? Просто возьмите и оформите это, пожалуйста. Поняла. А оплата будет карточкой или наличными? Карточкой. Ага. А карточка дебетовая или кредитная? Дебетовая. Обычная. Не контурная. Не то с бобей. Не дамопик. Просто пластиковая карта. Чего вы так нервничаете? Действительно. Чего я так нервничаю? Я уже тут полчаса не могу долбанный штраф оплатить. Ой, вы знаете, у вас карта не нашего банка. Не хотели бы вы оформить? Нет. Я хочу. Быстро мне вас слава бога. Понятно. Быстро я вас слава. Янка. Ну остановись ты уже. Ну Янка. Да стой ты. Что? Ну реально хорош. Ну еще два магазина и у меня туфли сотрутся. Нужно новое будут покупать. Буся, не переживай. Этот магазин последний. Мы сюда пришли купить кое-что тебе. И это сюрприз. Обожаю твои сюрпризы за мои бабки. Ну и что на этот раз? Мы тебе купим нижнее белье. Труселяш, Оля? Не труселя, а именно нижнее белье. Не понял. А чем тебе мои старые труселя не нравятся? Да потому что ты носишь семейки. Ну да. У тебя нет ни сексуальных, ни модных, ни обтягивающих. Зато они удобные. Блин, Янка, ты знаешь, как мы между собой мужиками называем вот эту вот всю обтягивающую муть? Сейчас пик в маршрутке. Потому что со всех сторон давят. Не продохнуть. Капец вообще. Ну сама подумай. Вот тебе в чем удобнее перемещаться? В комфортабельном джипе или в тесном Матисе? Ну конечно же в джипе. Ну да, конечно же. Вот и моему пассажиру больше нравится в джипе. Он в этих семейках прям такой кружим, кружим, парами. Егор, прекрати, пожалуйста. Мы тебе сейчас купим крутое нижнее белье, и ты своего пассажира пересадишь в Феррари. Простите, здесь есть кто-нибудь? Да-да, чем могу помочь? О-о-о, так все, Яна, пошли отсюда. Операция труселя отменяется. Пошли. Чего? Да ну посмотри на него. Е-мое. Ты же меня заставишь сейчас тут мерять перед ним, а я светиться без штанов перед ним не собираюсь. Посмотри, он же пожирает меня глазами. Он же хочет меня. Уся, ну прекрати, что ты не будешь снимать? Я просто так вот приложу к тебе. Не надо прикладывать, а вдруг он их уже мерил? Посмотри на его рожу хитрую, наверняка мерил. Чем ему и тут еще целый день заниматься? Уся, прекрати. Подскажите, пожалуйста, нам нужны трусишки. Вам какие? Брифы, слипы, хипсы, боксеры, стринги, бикини, джокстриты? Ты что, в уши долбишься? Она тебе сказала, трусишки. Так это все и есть трусишки. Вы их будете под брючки носить? Нет, на брючки. Как супермен. Я имею в виду, вы их будете под брюки носить или под джинсы? Потому что если под брюки, то вам нужны хипсы или брифы. А если под джинсы, то можно и стринги. Ой, давайте стринги, Бусь. Я, ну алло, ты чего? О, слушай, переела. Ну где я, а где стринги? Вам, кстати, очень пойдет. Ты рот вообще закрой. А то я сейчас твои стринги тебе на голову натяну. Буся, ну в стрингах ты будешь такой сексуальный. Я вообще не понимаю, что тут вот сексуального, когда мужик идет вот так. Вау. Буся. Что, Буся, ну реально они вот так вот ничего не хотят. Ну а как не ходить еще? Ну? Ну не преувеличивай. Да это твои стринги все преуменьшают. Они не только преуменьшают, они человека пополам могут разрезать. Разделить жизнь на левое яйцо и на правое. Это кошмар вообще. О чем ты говоришь? Ну представь себе, я играю в бильярд. Тянусь на дальнюю лузу. И тут у меня из-под штану выпрыгивает веревочка розовенькая. Я мужикам что скажу? Пацаны, ничего чистого не было. Я у Янки взял на понос. Буся, ну ты их будешь носить только передо мной. Я тут не буду видеть? Скажите, где у вас стендик со стрингами? Посмотрите вот на этом стендике. Иди, иди. Так. Вик, что мы здесь делаем-то? Сашка, ну а вдруг снова локдаун? Где мы тебе трусы купим? Ну так и... Нет, Саша, трусы это не маска. В одних трусах не получится полгода ходить. Надо менять. Что ты драматизируешь? Да, согласен, маска у меня одна, но боевая. А труселей-то у меня целых 10 штук. Все одинаковые. Так в том-то все и дело. Я весь карантин на них смотрела. Ты каждый день мне их дефилировал. Я думала, у меня день сурка. Так что нет, хватит. В этот раз купим тебе разные. Да зачем мне разные вообще, я понять не могу. У меня все одинаковые, серые в клетку. Все как на подбор. С ними дядька. Черномор. Да при чем здесь твой бородач? Мне перед соседями неудобно. Я стираю, на балконе вывешиваю, и все думают, что я живу не с тобой, а с ротой солдат. Что ты несешь? На роту солдат 10 труселей не хватит. А мне в самый раз. У меня же еще парадные есть, помнишь? Красные эти с бахромой. Парадные? Мне кажется, в этих парадных твой дед на парад ходил. Ходил. Слушай, я еду на две недели к маме. У тебя стратегический запас закончится. Что ты будешь делать? Ну так... Мои носить. Точно! Саша! Что? Изведи, пожалуйста. Да-да, чем могу помочь? Нам надо вот трусики на этого мальчика. Вам какие? Брифы, слипы, хипсы, боксеры, стринги, бикини, джоксерпы? Хэбэшечка есть? Хэбэшечка? Сейчас есть много более современных и дышащих материальчиков. Ты что, с ума сошел? Я не собираюсь через них дышать. Я их носить буду. Не обращайте внимания, мальчик шутит. Подскажите нам, вот какие вы носите? Лично я? Да. Лично я вообще не ношу. Это сапожник без сапог, да? Или ты из секции? Из какой секции? Из гомосекции. Саша! Шутит он, шутит. Ну, может, вы нам что-то посоветуете? У вас он какой? Активный или пассивный? Что? Я нормальный! Я жену люблю, да? Я имею в виду, какой образ жизни он ведет? Активный или пассивный? Ну, вы знаете, в основном лежит на диване и смотрит телевизор. А, иногда встает в туалет и за бутылочкой пива. Мы с мамой так и называем его пассивный активист. Ну, понятно. Тогда вам подойдут боксеры. Посмотрите вот на этом стенде. Не буду я ничего смотреть. Саша, ну что ты начинаешь? Ну, вон, мужчина смотрит и ничего. Кстати, там отдел мужских стрингов. Мужчина стринги выбирает. Так это нам еще нормальный стендик посоветовали? Я представляю, как на этом жердя и стринги бы смотрелись. Саша! Хотя, что там представлять? Мама твоя вылитая, вот. Слышите, что ты начинаешь? Слышите, а что у вас и маски тоже продаются? Удобно. А вот эта штука для чего? Вообще-то это стринги-слоники. То есть... Блин, это что, трусы, что ли? Трусы, да. Ё-моё! Собери. Не нравится? У нас еще есть белочки, зайчики, дельфинчик, удавчик. Блин. Вот что, кукольный театр закрылся. Я дал весь реквизит вам на реализацию. Давайте слоники. Да какой слоник, Яна? Ты чего? Не может человек в слонике ездить на гелике. А, ну да, он же большой был. Чего большой? Маленький. Эй-ка, Сашка, а давай тебе слоника возьмем. Ну, чтобы больше казалось. Ну, как бы на вырост. Эй-ка. Я представляю, ты их постираешь, на балконе вывесишь. Все подумают, что ты сумасшедшим стриптизером живешь. Извините. Я прошу прощения. Да, да, чем могу помочь? У меня возврат. Размер не подошел. Сожалую, но нижнее белье обмену и возврату не подлежит. Блин. Мужик, так а что ты мучаешься? Сними их, е-мое. Так я и не в них. А вам я посоветую. Никогда не покупайте трусы с молнией. Капец. Слышите, а что это у вас среди мужских труселей женские затесались, а? Ой, что вы, что вы. Это мужская моделька с кружевами. Для тех, кто хочет удивить свою вторую половинку. Да я мужиков в бане могу своими двумя половинками в этих труселях удивить. Сколько они? Полторы тысячи? Слышь, Викусь, а зачем мы Лешке вообще, в школу деньги сдаем на шторы, на эти, на тюль? Я вот так вот в труселях прийду и скажу, вот вам шторы, вот вам тюль. Стаса. Чего? Ну что ты удивляешься такой цене? Кружевные трусики, они стоят дорого. Ты же мне на 8 марта дарил. Да я тебе обычные дарил. Вот так вот в пять раз сложил их, и потом ножницами звездочки так вырезал просто, и все, стежинки. Ах ты, желобяра! Что? Скажите, пожалуйста, у вас есть просто обыкновенная резинка. Хм, а вам зачем? А я ему носки к трусам пришью, как варежки к шубе, чтобы не терял. Вот так экономнее будет. Ха-ха-ха. Это что, типа, эспандер, что ли? Мужчина, а что вы делаете? Ну, трицепс качаю. Ха-ха-ха-ха. Вы чего? Это же манкини. Чё? Ну, мужские бикини с лямками на плечи. Блин! Да что за хрень вы тут продаете? Молись, мужик, чтобы до тебя их никто не мерил. Чё? Да что вы такое говорите? Это новая моделька. Новая моделька. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы мне не подскажете? Мне нужно пять пар трусиков разного цвета. Мужик, тебе что, в жизни красок не хватает? А у меня всё чётко распределено. Я каждый день встречаюсь с разными женщинами. В понедельник, значит, у меня Светочка. Светочка, кстати, работает в детском саду. Поэтому я должен быть в сегодняшнем цвета детской неожиданности. Потом Леночка. Во вторник, Леночка, из партии Зе. Я должен быть в чём-нибудь зелёном. В среду у меня Олечка. Олечка работает в оранжерее. Я должен быть тоже в зелёненьком. Ну, вот здесь вот травка должна торчать. Вот здесь, хотя у меня, собственно, и своя травка неплохая, да? Ну, а в четверг, Яночка. Яночка, сатанистка. Спереди дьявол, сзади ад. Понятно. А в выходные вы, получается, без труселей ходите, да? Нет. В выходные семейники. Я же в семье, а в выходные. Только семейники разные, пожалуйста. У меня же две семьи. Да, в одной, так сказать. Вот, готово? Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо, замечательно. Ой, зелёненькие есть. Спасибо. Да, зелёненькие есть, как в России. Слушайте, мы тогда стринги брать не будем, мы вот эти возьмём. Ой, это отличная моделька, новая коллекция. Они светятся в темноте. Чего? Светящиеся трусы? Я что, джедай, что ли? Ну, представьте, как ночью в них будет светиться ваш Дарт Вейдер. Ха-ха-ха-ха-ха. Ой, я высомоляю, максимум мастер йода. Всё? Всё? Маленький зелёный сморщенный? Ой, ты-то молчи со своим Чубакой. Так. Так, может, вы тогда померяете? Представляете, как вы ночью в них будете делать? А чё? Мы возьмём. Зачем? У нас дома перебои с электричеством, а так хоть Лёшка уроки делать будет. Слушай, ты как всё это представляешь? Встанешь над ребёнком и будешь говорить, учение свет, не учение тьма. Как эта штука работает? Они сделаны из специального флюоресцентного материальчика, который в течение дня накапливает свет, а ночью светится. Вот смотрите. Круто, слушай. Так я с утра вот так вот встану на балконе, подзаряжу их, а вечером на люстру и всё. Экономия? Спасибо, не надо. Вот эти сколько стоят? Эти стоят 500. Так, всё, Вика, сегодня без труселей. Саша, ты уже был без труселей. Так это я тебе сюрприз хотел сделать? А чуть не сделал маме инфаркт. Так она предупреждать надо, что ты с мамой едешь. Так я же тебе позвонила и сказала, что я еду с мамой. Так откуда я знал, что ты со своей? Я думал, с моей мамой. А что она там не видела? Она меня до 23 лет купала. Вот. Вот эти бери с ромашкой. Да, отлично. Вот возьму их, надену вам на 8 марта. И всё, и букет дарить не надо. Давайте трутни, налетайте, опыляйте. Ладно, не нравятся? Давай другие, вот, вот эти бери. Что это вообще за ниточка? Это стринги. Полторы тысячи в задницу. Это знаешь как в этом? Я проснулся в 6 часов, нет резинки от трусов. Вот она, вот она, на... Убью. Нам вот она. Так, ладно, короче. Есть у вас светящиеся слоники? Найдём. Для вас все что-то будет. Это тебе зачем? Как зачем? Я их возьму, на рыбалку в них ходить буду. Щуку прям на хобот ловить буду. Так, иди уже, рыбак. Давайте нам обычный серый. Леточку там. Вот, пожалуйста. Полосочку, спасибо. О, отлично, класс. А нам давай всё-таки слоника. Да? Одену его сегодня в налоговую. Приду, скажу. Денег нет, вот вам хобот. Пусть она. Вот так вот. Спасибо, спасибо. Янчик, что? Началось? А, нет, подожди, рановато же ещё вроде бы. Что это? Дай, дай воды хлебну. Ой. Привет, Саша, как дела? Да, как дела могут быть? После твоего смс срочно приезжай, нам надо поговорить. У меня как-то все дела сразу закончились. Я с совещания сбежал. Что случилось? Саша, у нас реально очень серьёзное дело. Мы что, уже на пятом месяце? Ага, я понял. Всё, я еду за шаурмой в другой конец города. Нет, Саша, подожди. Что? У нас реально серьёзный вопрос. Так, какой вопрос у нас? Так, подожди, сейчас роддом я оплатил, значит, коляску и кроватку детскую я купил. Ремонт в детской мы сделали. Кумовей нашёл. Что ещё? Что? Саша, нам нужно срочно выбрать имя нашему малышу. А до вечера это не могло подождать? Саша, тебе что, не важно, как будет звать нашего ребёнка? Ну, конечно, ты же скажи, что тебе наплевать на собственную жену. Конечно, у тебя работа всегда на первом месте. Как вы, женщины, умеете выстраивать настолько аллогичные цепочки? А ребёнок в школу без имени пойдёт. Ладно, ладно, всё, всё, тихо, успокойся. Мне действительно важно, как будут звать нашего ребёнка. Да? Тогда я немножечко подготовилась. Смотри, нам нужно выбрать первую букву имени нашего малыша. Ой, это надолго. Я так понимаю, наш сын в школу без имени пойдёт? Почему нельзя назвать ребёнка в честь моего отца? Кирпич. Кирпич — это у него кличка во дворе. А так он Сан-Саныч. У нас вообще семейная традиция такая. Мы всегда называем своих детей в честь отца. Я Сан-Саныч. Отец мой Сан-Саныч. Дед мой Сан-Саныч. Прадед мой Сан-Саныч. У нас все Сан-Санычи. Я не понимаю, почему ты не женился на Александре? Это лучше, чем на Яне Ольбертовне. Ольбертовне. Саша, я вообще не понимаю, как можно назвать ребёнка в честь своего родителя? Ты это нормально. У нас вон пол работы. Сергей Сергеевич у нас начальник, да? Алексей Алексеевич — водитель. Пал Палыч у нас зам его. Пётр Петрович у нас завскладом. Да у нас Дим Димыч — сисадмин. Как фиксик. Я даже не сомневаюсь, что ты сына можешь назвать фиксик. Ян, ну честно, ну я же ради тебя стараюсь. Так ты крикнешь? Саша, кушать! И мы вдвоём раз и прибежали. Здорово! А за вами ещё твой отец и твой дед. Как прибегут, как налетят на эту еду. Саша, ну я хочу, чтобы у ребёнка было какое-то необычное имя. Какое? Пиноккио? Бармалей? Сталин? Нет, ну я хочу какое-нибудь оригинальное имя. Евлампий, Всеволод. Яночка, да ты послушай. Сейчас, наряду с этими всеми Глебами, Лукьянами, Тамерланами, Сан Саныч будет самое оригинальное имя. Саша, ну я хочу, чтобы у нашего сына было красивое имя. А я хочу, чтобы у нашего сына лицо целое в школе было. Его он, воспитательницы в детском садике бить уже начнут, потому что его имя не будет на шкафчик влазить. Всё, решено. Своего сына я называю сам. Всё. Вообще-то мы с тобой решили, что если будет девочка, то называю я, а если мальчик, то называем оба. Пусть судьба решит имя нашего ребёнка. Вот книга. Берём сейчас. Пускай это будет 76-я страница, третья строчка сверху. Давай, какое имя будет, так сына и назовём. Всё. Давай, давай. Сан Саныч сел на диван и закурил? Серьёзно? Сан Саныч, капец, вот это да, вот это судьба. Ты видишь, как совпало-то. Саша, что совпало? Ты это выражение фломастером обвёл. Хорошо. Давай так, пусть это будет 23-я страница. Сан Саныч налил себе стакан водки? Тринадцатая. Сан Саныч вышел из дома? Первая. Сан Саныч проснулся? Ну... Саша, эта книга называется «Приключения Сан Саныча». Видишь, я сыну уже и книгу купил. Так нечестно. Ладно, хорошо. Давай так, на удачу. Сейчас монетку подбросим. Если это орёл, называем Сан Саныча. Если решка, называй как хочешь. Поехали. Орёл. Ладно, давай ещё раз. Орёл! Всё, контрольный. Вот сейчас. Пожалуйста. Орёл. Дай сюда монетку. Нет. Монетку дай сюда. Блин, Саша, у тебя тут два орла. Ну, это редкая юбилейная монета. Один орёл – Сан Саныч, а второй орёл – Сан Саныч. Два дятла с одинаковым именем. Яна, ну не начинай. Это лучше, чем Варфоломея или Евлампий. Хорошо, давай назовём Григорий. Кеша, как попугая? Джек. Как собаку? Том. Как кота? Генри. Как хомяка? Альберт. Как бомжа? Вообще-то так зовут моего отца. А я так бомжа у нас в подъезде называю. Ему нравится, он так всё время. Ну, Яна. Саша, давай назовём его тогда Егор. Как твоего бывшего? Господи, я даже об этом уже не помню. А я помню. И всякий раз, когда ты его будешь звать кушать, я всегда буду об этом вспоминать. Да он сиську сосать будет, я от ревности просто взорвусь. А как твою бывшую звали? Александра? Да. А отчество какое было? Вот. Александровна? А что ж как-то не сложилось-то, а? Вообще было бы не семья, а мечта. Назвали бы ребёнка Сан Саныч. И было бы просто прелесть. Шура, Шурик и Пауна Шурец. Так, мы сейчас пазбы складываем вообще. Или имя ребёнку выбираем. Хорошо, Саша. Давай посмотрим что-нибудь в интернете. Хорошо. Вот, читай. Цезарь. Густав. Раймонд. Гаспар. Яна, да это название салатов. Давай сына тогда Оливье назовём. Или нет? Винегрет. Винегрет Александрович. О! Ну вот смотри, Саша, сейчас самые модные имена Клим, Матвей и Архив. Так, Ян, выходи с сайта староверов. Давай. Саша, сейчас мода на старые имена. Александр. Это же древнейшее имя. Ему больше двух тысяч лет. Сам македонский его носил. Сейчас Лукашенко донашивает. Хорошо. Давай, давай, может быть, по гороскопу определим, а? Вот смотри. Если он родится в августе, значит он будет по знаку зодиака лев, значит будет лев Александрович. Красиво. А если ты его раньше родишь, что он раком будет? Раком Александрович? Не знаю, ну давай пройдем тест. Яночка, мы этот тест пять месяцев назад проходили. Мы поэтому сейчас имя и выбираем. Ну, Саша, это реально очень классный тест. Ребенок сам выберет, как его назвать. Я сейчас должен прям спросить у него, да? Окей. Хорошо. Сыночек, скажи мне, пожалуйста, а как ты хочешь, чтобы тебя назвали? Вот прям так и сказал. Батя, назови меня Сан Саныч, не прогадаешь? Ой, Саша, прекрати, ну я серьезно говорю, что это очень классный тест. Вот ты называешь имя ребенка, и когда он стукнется, значит он это имя и выбрал. Давай сейчас проверим. Так, сына, как тебя назвать? Ян, Варфоломей, Мирослав, блин, что-то живот начал бурчать. Да потому что его тошнит от этих имен, да, Сан Саныч? Саш. Ладно, все, давай, продолжай свои иезуитские имена, давай. Саш, он стукнул. Сан Саныч? Да. Сан Саныч! Ай! А, вот она моя борода, Сан Саныч! Саша, прекрати, ну так, мальчики оба прекратите. Ну так, что ты, согласна? Ну хорошо. О, класс. Отлично. Только когда родится девочка, назову ее я. Я даже имя придумала. Джессика. Яна, ты у меня так собаку у бабушки звали. Саша, ну это очень красивое имя. Джессика? Джессика Александровна? Ой, я тебя умоляю, ну... Саша, ненадолго поменяешь свое имя. На что? На Джек? Джон? Джессика Джоновна? Это звучит вообще как пароль на Wi-Fi. Чтоб никто не догадался. Саша, я назову Джессика. Ну почему нельзя назвать просто? Александра. Потому что она будет Джессика. Ну, как звучит, а? Сан Сановна. Саша, Джессика. Ну круто, мы ее сан-санцы устроим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА